Я председатель комитета? Да, по 10 веке. Я забыл, по-моему. Хорошо, что я... А виден он, да? Хоть когда он виден. Все видны. А ты, давай, ты сам садись сюда. Я лучше всех не видел. Антон, садись сам сюда. Да, садись. Кому там есть акценты? Что я хочу сказать? Мне, честно говоря, стыдно присутствовать на этом мероприятии. Собственно, почему? Ну, раз у нас мемуарная часть, то немножко с мемуаров. Я не помню, как я оказался на философском штурме первый раз, какими судьбами. Я помню как бы два обстоятельства. Во-первых, визуально романа я знал до того, как этот сайт затеялся. Это было случайно. Дело в том, что как-то заходил пару раз на один из семинаров, который ввел такой профессор. Тогда он еще, кажется, не был профессором. О, господи. Романенко Юрий Михайлович. Конечно. И роман там был одним из постоянных участников. Я не скажу, что сильно активных, но он постоянно там маячил. Потом он писал кандидатскую под руководством Романенко. Вот, собственно, визуально там я с ним познакомился. Как случилось, что я узнал про этот сайт? Сейчас не вспомню. Ну, в общем... Мы тебя пригласили или я тебе сказал? Ну, скорее всего. Скорее всего, как-то так, да. Потому что вряд ли я сам это нашел. Я так точно не нашел. Меня Булат зарегистрировал, Даша. Не то, что я нашел, но Булат меня был зарегистрировал. Самое смешное, что я даже фотографию твою разместил я. Да, да, да. И даже какое-то время писал от его имени немного, чтобы... Да, это твоя любимая тема, писать от имени Игоря где-нибудь что-нибудь. Ну, да, да, есть такой момент, да. Да. Ну, в общем, у меня, честно говоря, мне кажется, примерно в те же годы, когда Роман затевал все это дело, я тоже был отчасти воодушевлен теми возможностями Вики Твижков, которые в наших руках оказываются. То есть, действительно, технически организовать совместное написание текста, причем совместное его редактирование, вот, без потери конфликтующих версий, это все как бы чисто технически, это прекрасно. Вот. Но я ни разу не видел, и считаю, что это действительно по каким-то метафизическим причинам, невозможно, чтобы философский текст так создавался. Может быть, в виде исключения, если там как-то два-три человека, очень хорошо другознающих, мыслящих примерно в рамках одной схоластической школы, они, наверное, могут. Вот. Но поскольку у нас схоластика никак не возрождается, вот, наоборот, в наших Палестинах всецело презирается, вот, то я не вижу, чтобы вот именно совместное творчество это каким-то образом процвело. Форум, да. Форум, это штука понятная, до сих пор живущая. Вот. Я только просто обнаружил, что я не приспособлен к форумной жизни совершенно. То есть, я чрезвычайно быстро устаю от этих бесценных обсуждений на форуме. Вот. Есть у меня такой грех. Поэтому я более чем пассивный участник онлайн-жизни. Вот. Я, может быть, в этом смысле такой ретроград, который вот вслед за Сократом говорит, что нет, ну, мысли существуют только вот в живой встрече, в живом обсуждении еще как-то что-то. А в онлайне не существует. Так что, что еще может сказать начальник транспортного цеха, да? Собственно говоря, мне очень жаль, но я зато в другой части связанность с видео, так сказать, нашим этим видеосеминарным. Ну, это просто фиксация наших живых встреч и оффлайн-разговоров. Она же активно присутствует. Ну, это часть, философа, что-то. Это часть, да. она, как это, наверное, часто бывает в реальных проектах, создавался сайт для совместного творчества, но именно совместного творчества там не происходит. Де-факто это же просто форум. Вот, со своей специфической функциональностью. вот, ну... Нет, может быть, совместного в смысле параллельного теперь. Не так, что совместного мы делаем одно что-то, а совместного в смысле параллельное творчество. Или через отрицание друг друга. Да, 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 как-то так. Через общение. Ну, это и есть форум, собственно, конечно. Да, это и есть форум. То есть слово совместное можно оставить, поскольку совместное способно на одном каком-то на одной территории. Нет, ну тут в этом смысле менять ничего не надо, я думаю, потому что ну, так, в этом названии и в этом лозунге сайта как бы заключена в свернутом виде история. Вот, поэтому зачем ее-то менять и как-то выкидывать историю совсем не нужно. Вот, а то, что все так сложно устроено, ну вот, да. Увы. Все, да? Ну,